Ровно месяц исполнился трём легурятам. Малыши уже окрепли и хорошо набирают вес. Правда, воспитанием и кормлением в первый месяц жизни детёнышей занималась не мать, легрица Маруся, а азиатская овчарка. Шестилетняя легрица Маруся отказалась от материнских обязанностей и могла навредить своим детёнышам. Впрочем, свою миссию овчарка выполнила великолепно и сегодня возвращается вместе с хозяевами в Ставрополь. Гибрид льва и тигра легрицу Марусю подарил сочинскому зоопарку цирк Гии Радзе два года назад. А белый лев Симба поселился здесь в прошлом августе. Как рассказывают сотрудники зоопарка, кошки недолго принюхивались друг к другу и почти сразу создали семейную пару. Трое легрят их первые дети. Мы волновались, потому что это очень редкое явление, и оба они гибридные. И получить таких красивых детишек, которые у нас родились, две девочки, одна из которых белая, похожая на льва, и один мальчик, это замечательно, мы очень рады. Четыре дня назад в зоопарке снова принимали роды. В шестой раз стали родителями тигры Багира и Батыр. Здесь не обошлось без семейных трагедий. На свет появились три тигренка, но одного малыша забрать из вольера вовремя не удалось, и Багира задавила детеныша. Сейчас о маленьких усатых полосатых заботится швейцарская овчарка Ася. У одного мальчика ветеринары диагностировали слабость опорно-двигательного аппарата. Тигренка кормят витаминами, делают массаж и иглоукалывание. Удачно совпало, что в этот же период, несколькими днями раньше, она родила щенков, поэтому готова была принять на себя ответственность за кормление тигрят, потому что было молоко, и была мамой. Как только малыши полностью окрепнут, их передадут в российские цирки. В будущем все пятеро станут артистами. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Голи не работает?